Голодные, холодные убегают от дронов и танков, отказываются идти в наступление, выполнять приказы командования, которые бросают и контрактников, и мобилизованных на первую линию обороны. Главное управление разведки Украины продолжает публиковать перехваченные разговоры российских солдат с их близкими. Не все жены и матери мечтают о ладах и даже готовы отказаться от жалования своих родных, только бы вернуть мужчин домой. Подробнее в нашем следующем сюжете. Военнослужащий-контрактник, который сейчас находится на Донецком направлении, рассказывает супруге о происходящем беззаконии. Судя из рассказа, местные жители оказывают сопротивление и применяют как оружие против россиян их же слабину, за что те жестоко с ними расправляются. Продолжают верить чуть ли не всему, что показывают по российскому телевидению, но в то же время начинают понимать, что не в деньгах счастье. Вместе со служивцами расположены среди полей. До ближайшего населенного пункта километров 20. Это уже мобилизованный, рассказывает своей тетке. Жалуются, что командование приказывает идти в наступление. А сами в это время находятся за 100 километров и в тепле. Не работает разведка, артиллерия стреляет куда попало. Так, скажи, где вы, где вы? Этого никто не знает. Тут, короче, все эти самые, как они, военные полиции все забиты. Народ уходит, их возвращают. Кого в часть, кого обратно, по другим частям. Ну, короче, никто воевать не хочет. Уже все наелись уже потому, что... Да, то есть честно, потому что все как попало. Серня, да, такая, что все лазейки ищут, чтобы свалить отсюда. Устали в путинской армии воевать с солдатами НАТО, как убеждает в этом их же пропаганда. В то же время военнослужащие осознают, что для собственного командования они расходный материал и пушечное мясо. Этот разговор зафиксирован на Донецком направлении. На передок парня отправляют выборочно. И сейчас солдат жалуются матери, что с трех сторон находятся украинские военные. Куда ты приедешь? Не знаю. Тут говорят, чтобы в отпуск по эти 8 месяцев надо нахуй тут быть. Да ну нахуй. А по контракту сколько? Ну по контракту это все хуйня. Тут сказали либо без руки, без ноги, либо двухсотом. Какая хуйня. Давай я тебя заберу. Сейчас пацаны сказали, возможно, через 20 минут наступление хохлов. Парадейки услышали. Так что сейчас... Давай я тебя заберу. Да как ты заберешь? Ты мне один, сын, один. Мы тут фу уже пьем, блядь. У нас все мокрое, блядь. У нас все протекает. Есть еще один способ вернуться домой живым, напоминают украинские военные. Сдаться в плен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...